всем привет всем привет у нас уже день похолодало кстати вчера было жарище сегодня плюс 23 и холодно и мы сидим дома уже моя доченька юленька приготовила нам покушать нажарила котлет сварила вкусные макарошки сделала салатик какая у меня дочь молодец всем приятного аппетита всем привет всем привет я уже пообедала даже попила кофеёчек конфетка мне написали что мы едим много сладкого на самом деле я не ем много сладкого юля моя вообще может есть много но она себя ограничивает из-за того что у нее акне и нельзя и сладко потому что за счет сладкого у нас размножаются бактерии внутри организма я сегодня пойду к врачу вчера сдавала биохимии посмотрим какой у меня уровень сахара и холестерина но сахар был пределах нормы но холестерин у меня был повышенный посмотрим что сейчас ну как бы осенью он еще было верхних пределах нормы скажем так но я хочу сказать что у меня соседка в испании которая на тендарифе да она я все ну то есть ем все это вот здорово питание у нее только там мясо такое там хорошее овощи до не сладкого не алкоголя и у нее очень высокий уровень холестерина а почему потому что она работает в аэропорту как это просто называется координатором да вот эти которые самолеты при погрузке короче точно все отслежит если мой муж работал он загружал эти самолеты выгружал да и выводил на взлетную полосу самолеты да при помощи специальной такой машины она уже вот этот человек который полностью грубо говоря начальник над ним да она уже полностью проверяет все службы готовы готов ли самолет к полету и это очень стрессовая работа ты капец какая стрессовая работа просто охренеть и мне писали может ли мой муж не устроить в аэропорт от свое время это так тяжело я ни за что не приду такую работу работать с людьми это же стресс деньги люди могут на мой например с билетом что там что я быть не то да это же все на психах это все на нервах нет спасибо такой работе мне не надо мне так в этой жизни стресса я пытаюсь как как могу от него пытаюсь избавиться так пропала солнце она подойти поближе к окну и это и с утра я сегодня вскочила проснулась пол девятого думала это поеду дело дела по всем этим службам переоформлять но позвонила сестре она не может сегодня то тогда уже на следующей неделе мы поедем по всем этим службам и так как то я села так у нас похолодало кстати конкретно вчера была жрища сегодня холодище и думаю ну чего вот просто ехать в город объехать ну ладно займусь своим сама саморазвитием так сказать да чтобы уже не кататься просто по городу и я смотрела видео по рекомендации моей зрительницы анны она огромное спасибо вам чтобы я без вас сделала мои так сказать эти подписчики смотрите екатерина эрлих виде называется очень сильные эмоции расскажу тебе я его с трудом нашла но нашла в итоге вот вела название и добавила екатерина эрлих и я его нашла это крутое видео рассказывает о том почему в наших семьях происходят скандалы это видео просто находка для тех людей которые ищут ответы такие как я я хочу только сказать два слова что я это видео отправила двум людям не буду говорить кому первичек сразу же просто вот который не всем психологии которые отрицают психологии которые от меня люди пишут зачем тебе психологии кстати сегодня вечером на канале выйдет видео про психологию как я пришла психологию уже пять раз сказал слова психология вот что мне на самом деле психология просто помогает жить так вот первый человек это не всем психологии просто сразу же сказала мне это не надо грубо говоря этот человек сам не знаю как ему жить и его жизнь еще какие-то советы раздает грубо говоря второй человек посмотрел проанализировала сказал да моих отношениях тоже самое я сейчас буду рассказать про свои отношения вот предыдущем видео про abuse я рассказывала вам что нас были последние ссоры и скандалы вы это видео обязательно посмотрите этого психолога которого я вам рекомендовала а я вам двух словах перерасскажу что получается все с детства детки мои конфетки все мы родом из детства соответственно а зависит от нашего воспитания как нас воспитывали соответственно с такой программой мы идем по жизни вот и если в детстве ребенка игнорировали если в детстве на ребенка кричали он вырастает таким сообразным нарциссом у которого такое понятие в отношениях то есть проявление любви у него в крики то есть нездоровая психика это сейчас вот мы слава богу пришли к тому что надо детей обнимать что их надо целовать что надо говорить я тебя люблю ну то есть всячески ходит и леет но это говорят что есть дети которые рождаются уже приходят в этот мир они уже такие по своему нарциссы психопаты и даже это не зависит от воспитания короче эти люди это может быть и мальчик и девочка то есть и мужчина и женщина во взрослой жизни они просто заставляют партнера выводят на эмоции вот мы говорим эти эмоциональные качели вампир попил моей крови довел меня до истерики то есть он по-другому не может у него вот на постанательном уровне вот так гормоны работают чтобы довести своего партнера до белогорячки грубо говоря вот он доводит вот как мне такое было я накричу на него и он успокаивается он успокаивается сразу такой шелковый становится это у меня было во многих отношениях вот такое происходило как бы я не хочу кричать я по природе своей я вам говорила что я не агрессивный человек то есть это не есть как вот говорит психолог что если у вас есть хоть часть здорового психики говорится вы не безнадежные из этих отношений можете выйти то есть мне не нравится так жить кричать выяснять отношения это не мое а вот этот психопат нарцисс абьюзер он не может жить по-другому он не представляет он вот так только проявляет свою любовь то есть ты на него накричала и он думает так значит меня любят значит меня по-прежнему любят все нормально типа вот даже не может грил ну так все ругать это нормально нет еще раз говорю ругаться это не нормально я уже как три года стараюсь не кричать то есть я жила с мамой вот которая ну вот пила да и у нас постоянно были 40 скандалы и я на юлю уже кричала ну короче такой вот был у нас сурбур в доме ужасно мне это не нравилось ужасное чувство вины и стыда за все это и в один момент у нас это все остановилось когда юля сказала я тебя люблю то есть да я думаю ну капец то есть по сути мы все хотим любви одного как юля вчера говорит все эти матрицы все наши гороскопы они завязаны только на одном на любви мы должны прийти к любви мы должны друг друга любить мы должны друг друга уважать мы должны ценить вот я думал на самом деле ну вот разве можно так жить постоянно не оператор и не нравилось и я пришла к тому что ну мне это уже и противно и я так жить больше не хочу и мы стали с юлей больше разговаривать и вот сейчас мы проводим много времени вот разговорах она приходит с работы мы разговариваем там а то что как прошел день анализируем свое поведение поведение других людей как бы мы хотели жить как мы представляем свое будущее как мы к этому будем идти понимаете то есть у нас вот с юлей и такое знаете такой тандем как должно быть в паре мы друг друга слышим мы прислушиваемся мы даем советы не всегда я согласна с мнением юлия и юля не все не всегда согласна с моим мнением но ну мы просто разные но в каких-то моментах мы реально друг друга можем поддержать и дать друг другу дельный совет вот и я говорю что вот в здоровых отношениях в паре между мужчиной и женщиной должно быть вот так что вы должны друг друга слышать не гнобить не чморить как сказал Марк Бартон ты что пришел в пару чтобы зачморить свою женщину да то есть ты не пришел ее унизить обидеть и все вот это соответственно и женщина тоже не пришла в отношения чтобы универать своего партнера Она пришла в отношения, чтобы жить И радоваться жизни, и любить своего партнера Правильно? И вот так каким-то Потому что жизнь не останавливается на этом То, что вот вы вступили в отношения И вы думаете, так и будет всегда, нет То есть я говорю еще раз, что Это все переменчиво, наша психика переменчива Мы меняемся, сегодня мы одни, завтра другие Соответственно, и партнер тоже будет видеть Ваши изменения, и партнер будет меняться И поэтому, это знаете Такие постоянные движения, как Кругой говоря, эти плиты Ледниковые, или плиты Вот эти наши Материя, земная кора, которая тоже Двигается, поэтому И психика у нас в головах двигается Соответственно, наше поведение в паре Тоже меняется Как же выйти из этого всего? Менять свое поведение, да, отслеживать Вот мне вчера тоже написали Про матрицу судьбы моей Что все у меня печально И закончу я плачевно Ужас какой Короче, все в ваших руках Мне говорят, что психология Это ужас, не лезь туда То будет все ужасно Психология Это инструмент Который вам помогает Разобраться с вашей головушкой Отслеживать Ваше поведение Я сама, еще раз говорю Нахожусь в стадии Себя отработки Переработки Я уже вижу моменты Которые мне не нравятся Вот Сейчас я на такой стадии Чтобы поменять Что-то в своей жизни То есть Учиться как Все психологи Говорят, что Типа Ну вот если тебе что не нравится Ты об этом сразу же говоришь Если человек не слышит До свидания То есть Сколько раз приходит Придется сказать до свидания Не знаю Мне уже страшно это делать Но опять же Это страх Мне не должно быть страшно Но я думаю, что так не будет Я думаю, что потом Просто психика будет уже Выбирать нормального здорового человека И не придется ему говорить До свидания То есть Мне уже будет нравиться Этот человек Я искренне на это надеюсь Ну и конечно же Пока мы не вступаем В отношения друг с другом Мы занимаемся собой Наполняем себя Своими интересами Увлечениями Кто чем криться может И кто чем хочет Вот я смотрю Какие-то видео психологические Читаю редко Потому что Мозг вообще не хочет читать Мне проще посмотреть видео Но полезнее читать Конечно же Если вы любите читать То лучше читайте Наболтала вам целую кучу Собираюсь в город Прогуляться все же Поехали на рынок Огурцы и помидоры Хочу купить И меня сегодня врач Но без 15,6 Так что я уже практически собралась Только осталось обуться И можно выдвигаться в город А, что еще хотела рассказать Показать Сейчас покажу Вот Юля моя Покупает себе пазлы Вот так себя балует И собирает Вот смотри Какой сложный рисунок выбрала То есть все черное Типа вот так Карта мира В виде цветов Видите, это же вот так Попробуй собери Сейчас когда поснимаю Что она уже собрала Вот так она Любит заниматься Долгими, так сказать Зимними вечерами Проводить время Так, снимаю Наши колдовки Это вот сколько она уже собрала Картин Половики выбивать У нас уже не осталось Ни одного половика Прочиски Так Вот такую картину Она собрала Вот что здесь у нее Вот такая картина Смотрите Наверное, это надо достать И показать вам нормально Вот она их собрала И на скотч с другой стороны Он здесь вот клеит Видите Так, это перевернутая Надо перевернуть аккуратно Ребенку своему Вот эту тоже, наверное, было сложно собирать Все белое, видите Она вообще мечтает в Норвегии побывать Кто меня с Норвегией смотрит В этом году думала Но Нина собирала денег Со своими всеми хотелками Вот такая у нее картинка красивая Это все, по-моему, на 2000 Сейчас я посмотрю Да, на 2000 Пазлы И вот такая картинка Интересная Вот так Юля моя развлекается Я еще хотела два слова откомментировать По поводу сладкого Что если сладкое вот лежит вот здесь Вот здесь вот прямо на столе Вот тебе надо убрать печенье Ты сразу же видишь И тебе сразу хочется съесть Понимаете? Я прячу обычно вот сюда в шкафчик Но тоже это вот рядом Руку протянул и съел Поэтому Поэтому я сюда еще могу положить какие-то печенье Там сухари, сушки, пряники А конфеты Понимаете? Это только семечки, да? Мы все едим Мы прячем где-то в шкаф Даже Юля сама мне попросила спрятать У меня тут были эти карамельки Под рукой И на самом деле это помогает работать Ты куда-то туда положишь Под рукой нет И мозг забывает А потом думаешь Блин, хочешь что-то сладкого? Если когда вот реально хочется Ты такой О, у меня же есть конфеты Или забываешь про них совсем Поэтому да Мы перечиски прячем конфеты Я спрятала туда в шкафчик Я про них ей не сказала Но я ей хотела дать Что Ну вот если она Захотела бы что-то сладенькое Я бы, знаете, такой Типа Как маленьким деткам А у меня есть конфетка Хочешь конфетку? То есть естественно Я бы ей Рано или поздно Эти конфеты дала Просто единственное Что ей конфеты тоже нельзя Еще раз говорю Она на здоровом питании Старается Вот мать приехала Я ей все планы нарушила А так мой ребенок Уже не ел практически конфет Вот только из-за меня Теперь у нее сбой пошел В пищевом поведении А еще поприходили мои сертификаты Помните, я сдавала В апреле я сдавала Подтверждала среднее образование Мне пришел сертификат Все забываю вам о нем рассказать Еще 14 мая пришло Это письмо у меня на электронку Да Присылают на электронную почту Все дипломы в Испании И пришло позавчера диплом О том, что я закончила курс умыска языка Представляете, я его закончила еще в конце марта И мне вот только его прислали То есть 3 месяца надо было ждать Ну Говорится, в хозяйстве может быть и приходится Я в ближайший год в Испании Не собираюсь ехать и возвращаться То есть, ну к мужу точно я возвращаться уже не буду Вот Потому что Опять же, из этого видео Эта женщина говорит, что Человеку со здоровой психикой Очень опасно находиться в таких отношениях Где мужчина Вот такой психопат, абьюзер Да, орет, кричит Как я вам и объясняла Я была все время в напряжении Мне было все время страшно Я всегда ждала какого-то крика Понимаете? Что ты вольно или невольно превращаешься в жертву И вот так съеживаешься, скоживаешься Потому что поведение нестабильное Как это говорит психолог Что это люди с нарушенной психикой Понимаете? И на самом деле очень тяжело Находиться в таких отношениях Я говорю еще раз Я раньше тоже кричала Это не была моя природа Вот Приобретенная, скажем так Такая агрессия И вот последние три года Я слежу свое поведение Даже вот с мужем Когда мы ругались Я старалась не кричать Первый год Да, у меня чаще провоцировало Я чаще кричала Потом я думаю Не, нифига То есть, ты не дождешься Чтобы она тебя кричала Я там как-то уходила в свою комнату Ну, получается, агрессия же все равно была И она уже была Вот такая зажатая агрессия Наверное, из-за этого у меня И начался этот зажим Что я не хотела на него кричать Да А все равно же я злилась И вот это вот Я подавляла эту агрессию И поэтому у меня вот Начался этот зажим Что я давилась едой Короче, очень интересно Я Юле сейчас говорю Мы какие-то как биомашины Биороботы С какой-то этой программой Рождаемся и живем Но очень не хочется быть биороботом А все-таки прийти к осознанности И научиться управлять своим мозгом И как-то жить какую-то здоровую жизнь Но мне, по крайней мере, этого хочется И надеюсь, что вы, зрители моего канала Тоже придерживайтесь такого умения Я знаю, что есть люди, которые С другим мнением, да Они все на моем канале отрисают И вообще с психологией мне дружить не надо Но мне очень приятно, что есть люди Которые тоже в теме психологии И дают недельные советы За что вам огромное спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok